Сри Чайтанна Прабхамманди Балую Пижадану Грхат Тариняна Матограхам Бепто Сиддханта Сагарам Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джакур Прабхупат сказал, что если мы готовы отдать литры и литры крови для спасения этих обычных людей, то тогда вы Гауди, иначе мы не можем говорить о вас как о Гауди. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джакур Прабхупат говорит, что те Гауди, они должны быть готовы отдать литры и литры крови для освобождения этих обычных людей, находящихся в этом обществе, чтобы спасти их от их материального рабства, иначе у них нет такого духа, то они не Гауди на самом деле. Если умом, телом и речью вы готовы совершать какое-то служение этому обществу по отношению к Кришне, то тогда, если вы готовы совершать какое-то служение, но видя этих джив в отношении, то есть видя этих душ как части Кришны, и тогда вы не должны видеть всех живых существ по отношению к Кришне, и тогда, когда вы совершаете какое-либо действие относительно этих живых существ, вы не чувствуете никакого гнева, никаких негативных эмоций. Вот подобное, люди, они озадачены, многие люди не понимают Сиддханта, и в этой шлоке описывается, что даже маленький мальчик, он может говорить Сиддханту, если Сиддханта Махапабу благословил его, он может, он может знать все, он может пересечь этот океан Сиддханта очень просто, по милостей Ши Чайтане Махапабу благословил его, хотя в океане Сиддханта очень много крокодилов и акул, мы сами не можем пересечь этот океан Сиддханта, он очень опасен. И как же можно его пересечь без полной милости Ши Чайтане Махапабу? Вот тут говорится, что любой даже ребенок, если он получил милость Ши Чайтане Махапабу, то тогда это возможно. Вот набрал сына Двайта Гасая Ачютананда, он по милости Махапабу может пересечь этот океан Сиддханта по милости Ши Чайтане Махапабу, иначе это невозможно. Нужно помнить, когда кто-то спрашивает, кто Гуру Ши Чайтане Махапабу, и тогда Адвайта Гасаи, кто есть? Махавишна Аватара. Он говорит на самом деле, Гуру Дев Ши Чайтане Махапабу, кто? И Шарпурипад. И этот маленький мальчик, который там играет, он очень разгневался. Почему вы так говорите? Вы говорите всегда какие-то правильные вещи, а сейчас говорите то, что я не могу потерпеть. Ачютананда там играл, а тут вдруг пришел и начал возмущаться тому, что сказал Адвайта Гасаи. Адвайта Гасаи был очень доволен. А почему? Кришна Он Гуру Вселенной, Он Гуру Вселенной, Он Гуру Вселенной. А кто может быть Гуру Ши Чайтане Махапабу, хотя сам Ши Чайтане Махапабу, он Гуру Вселенной. Это может быть только Радхарани. И вот смотрите, в любой Сиданте, в Раме Лили, в Гуру или в Кришна Лили, они всегда принимают Гуру, чтобы показать нам путь. Такова система. Рамачандра Сам Верховный Господь, Он принял Гуру. Кого Он принял? Я забыл. Я забыл. Фашизм? Нет. Не. Боисы все хорошо, но другой Гуру, Бхагури Муни. Нет, Бхагури Муни Кришна Эксад Бхагури Муни. Санды Бхагури Муни. Санды Бхагури Муни. И Чайтан Махапабу Эксад Тим Ишвар Пури Пада, И таким образом, Бхагаван всегда хочет показать нам путь, через который мы можем достичь его лотосных стоп, такова система. И вот Чайтананда дает нам точную Сидантуя Адвайта Господь, и был очень доволен им. И вот сейчас я хочу сказать нечто важное, и в то же самое время я хочу сказать о Баля Лиле и показать, что Кришна Лила и Гора Лила не отличны. Я могу доказать это. Вот эта тема, тема сегодняшней харикатфи. Я хочу рассказать, что это очень ярко. Фаста – Ипп Тареннанамото Грайдхан Вяпто Сиддханто Сагарам. То есть, можно пересечь океан Сиддханто Сагарам. То есть, можно пересечь океан Сиддханто. И я приведу пример из Шичитаня Чайтамриты, как Махапабу стал очень гнев, и он очень разгневался. И Свароб Гасаев тоже разгневался из-за неправильной Сиддханто. И вот Свароб Гасаев он стал очень разгневался, когда один какой-то материальный поэт написал что-то о Шичитане Махапабу и хотел, чтобы Махапабу одобрил это, но это не так просто. Поскольку любые стихи, либо еще кто-то что-то писал, и это приносили к Шичитане Махапабу, и была такая система, что сначала Свароб Гасаев должен был посмотреть это. Эта система установлена в Махапабу. То есть, любую Сиддханту, любые вообще что-либо писали, сначала нужно было это принести Свароб Гасаев, он это посмотрит, если он найдет, что там все хорошо, тогда он может передать это Махапабу, иначе нет. И вот это такая система, которая утвердилась в Шичитане Махапабу. Почему? А поскольку? А почему? Согласно этому стиху Махапабу очень гневался, если увидел такие грубые несоответствия, и поэтому, чтобы войти в сочетание Лилу, нужно осознать всю Сиддханту, исследовать Гур-Ваги тем образом, которым они показали, и так далее. И вот, когда этот материальный поэт написал, для Чайтану Махапабу, чтобы удовлетворить Чайтану Махапабу, Свароб Гасаев, он быстро увидел, потому что, когда вы читаете, в front of all devotees, вы должны читать. Я слышу. Свароб Гасаев сидит. Когда он услышал, что Свароб Гасаев начал говорить, какой-то аппасидант Свароб Гасаев очень разгневался, и сказал, что ты глупец. Почему ты написал такое? Это полностью противоречит учению Махапабу, и Свароб Гасаев сказал нечто, такие прекрасные слова. В Бенгале такие шлаки, что те, кто общается с последователями среди Чайтану Махапабу, то есть мы всегда должны общаться с Чайтану Махапабу, но это не значит, что во времена сочетания Махапабу были Парша, а сейчас их нет. Нет, это не так, поскольку Богован в Верховном Господе не настолько беден, не настолько слаб, что у него нет возможности организовать, чтобы преданные были всегда в этом мире. Он послал преданных, которые находятся в этом мире, и то есть может кто-то сказать, что в этом мире нет вечных спутников Верховного Господа. Это неправильно, поскольку если кто-то так думает, то это получается, что Кришна Верховный Господь, Он слаб и Он не может отправить своих личных спутников в этот мир, чтобы они поддерживали чистоту учения с Чайтанем Махапабу. Я завтра об этом буду говорить, и вот Верховный Господь Он всемогущ, и в этом мире всегда есть преданные, настоящие преданные. Вы можете их не знать, но это, если вы не можете особенно опознать чистого преданного, то это уже ваши проблемы, поскольку Солнце, Луна, они постоянно находятся здесь, такие чистые преданные, они тоже всегда находятся в этом мире, по милости Кришны. То есть, Кришна Он отправляет чистых преданных в этот мир, чтобы они поддерживали эту чистую Сиданту. А если случаются какие-то, как бы сказать, какие-то, ну, в общем, учения, когда теряется или утрачивается, тогда Сам Верховный Господь приходит, либо опять присылает своих приближенных, чтобы они восстановили учения. То есть, мы не должны думать, что в этом мире нет никаких преданных. Сиданим Ахабхаб об этом позаботился, и всегда в этом мире есть чистые преданные. И вот Саук Гасаев, он очень жестко сказал об этом человеке. Зачем ты пишешь такую ересь, такой мусор? Ты совершил оскорбление лотосным стопам Джаганатка, и Сиданим Ахабхаба. Ты совершил оскорбление, разгневывал их. И вот Саук Гасаев очень разгневался, и после этого он дал совет ему, что ты должен общаться с чистыми преданными, я имею ввиду, с личными спутниками Сиданим Ахабхабхаба, и тогда и только тогда ты сможешь узнать настоящую Сиданту, иначе это невозможно. Даже Валавачарья, когда Валавачарья, я уже говорил пару дней назад, когда Вишну Свами пришел сюда, и Махапрабху благословил его, хотя Махапрабху не было еще в этом, но Миридон явил ему свой Даршан и сказал, что я приму тебя как Валавачарья в моем следующем воплощении, снисхождении. И вот Валавалавачарья, он получил полную милость с сочетанием Махапрабху, тоже не полную милость, а просто милость. Но будьте осторожны, когда Гуру Вашнавы хотят благословить нас, мы должны быть очень осторожны. чтобы обрести эту милость Криппу, нужно иметь какую-то емкость для этой Криппы. То есть в то время емкость Валавачарья была несовершенна, и поэтому Свечитание Махапрабху благословило его, но не смог принять все это благословление. И вот Валавачарья после того, как он встретился с Шечитанием Махапрабху, там в Валаграме, в Валахаббате, он принял саньяс, точнее саньяс он позже принял, но Валавачарья уже пришел сюда, в Пури, и после этого он был в Ачаре, в той Санпрадай, Вишна Свами, это было уже потом, не в то время. И вот Валавачарья достиг Пури, и первое, что он сделал, он встретился с Шечитанием Махапрабху, принес ему свои полные поклоны, и сказал, что я не могу принять всю Сиданту, с Сидан Дас Госвами Падаю, поэтому я написал что-то свое. Пожалуйста, проверьте. Если Шечитанием Махапрабху, он разгнивался, стал подобен огню, что ты говоришь, ты не можешь принять его. Ты не можешь принять его Сиданту, поскольку говорится, что вот Сидар, Сидар Свами, он знает все. Сидар Свами, он знает все о Бхагава Сиданте, о милости Нри Симхадеву, поскольку вы не знаете, что раньше было Нри Симхадеву, он явился в его жилище, и положил свою руку ему на голову, и благословил его, что по моей милости вся Сиданта все явится и засияет в твоем сердце, поскольку ты знаешь, что это шлока, и вот это шлока, и вот это шлока, написано им. Сарашвати Шакти, Пара и Апара, есть два вида видья. Пара, абсолютно видья, и Апара, материальное знание. Пара видья, Сарашвати, она всегда находится на языке Нри Симхадевы, всегда. И вот, Ваг Иша, Ваг значит, это С слова, это речь. Иша, Иша, значит, это множественное число. Бхаг Иша, Бхаг Иша, он прикоснулся своей лотосной рукой к нему, прикоснулся своей рукой к его голове и благословил его, что вся Сиданта, она явится в тебе. Все Бхагаватам явится в тебе, поскольку Бхагаватам, оно неотличное от Кришны. Я уже говорил, что сама Бхагаватам, оно неотличное от Си Кришны. Иша, говорит Бхагаватам, что о царе, Шимат Бхагаватам, Шакшат Кришна Эвахи, Шакшат Кришна Эвахи, Шимат Бхагаватам, неотличное от Кришны, но в форме трансцендентного звука. Но это Бхагаватам. И вот, Нишинга Дев, Кришна Вараха, Гуранга, они все неотличны друг от друга. Но есть особенность их Лила, Рам Нишинга Вараха, это все Пурна Татва. Конечно, есть Иху, 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 уровни, я знаю, но так или иначе, это все Вишну Татва. Вишну Татва, значит, если вы, если вы хотите, но, если вы хотите уделить внимание какой-то определенной Лиле, это хорошо, нехорошо, но ставить какую-то аватару, как Вишну, как Нишинга Вараха, Курма, и прочее, то есть ставить одну Вишну Другую, это нехорошо. Но, смотрите, Нишинга Дев, который явился в Горанге, здесь, в Горали, это Горан Нишинга Дев, особый, поскольку мы здесь получаем милость Горанге и милость Нарисимха Дева, поскольку те, кто не могут совершать баджан по милости Нарисимха Дева, а на Южной Индии можно найти Нарисимха Дева, а здесь особый Нарисимха, это Гора Нарисимха, мы можем относиться к Нему как Горанге, Махапрабху Хоми, Нарисимха Дева, и по Его Милостям и по Его Милостям мы можем избавиться от всех препятствий на пути баджана, и поэтому мой Городев он всегда вызывал их именам, и Нарисимха Дева, и Нарисимха Дева. И вот Горан Гамахапрабху, можно хотя можно подумать, что Горанг Махапрабху он очень особый аватар. И вот на Бенгале говорится, что такой аватар никогда невозможно обрести. В прошлом и в будущем и в текущем никогда не было такого аватара. И вот Гораватара она уникальна, но относительно Гораватара мы должны быть очень осторожны, поскольку Бхагаван Шикришна не будет говорить постоянно Ситханту о действиях сочетания Махапрабху, то есть то, как он совершает баджан, и из его действий мы можем узнать всю Ситханту должным образом. То есть если про Кришну можно еще что-то там подумать не то, но про Горанг Махапрабху такое невозможно. Ну, например, когда Шиши Шипал говорил какую-то ересь о Кришне, то есть Кришна не возражал и не спорил с ним. Шилы Бхахтюна так дает нам такую Ситханту какая жена Шилы Бхахтюна так говорит, что наш Горья Бхахтюна находится под руководством Шичитани Махапрабху кто-то может спросить, почему Шичитани Махапрабху это Кришна это Кришна то есть Кришна читание он наивысший аватар из словов Гасай он пишет что Парататата это абсолютная истина в своей абсолютной высоте он даже больше чем Кришна хотя кто-то может оспорить эти слова поскольку как можно говорить он как можно говорить то excellent point is Chaitanum okay but when he speaks this way you can fight with me because importantly you speak that Chaitanum Avatara this Avodha is always you cannot certainly marginal point but still he was speaking here ну то есть в этой шлоки говорится что Шичитани Махапрабху это самое наивысшее Avatara самое regarding Gupi and Krishna Prima in Chaitanum это то есть самая высокая но вопрос может возникнуть откуда берется лимит этой высоты my point is different I can trust this point it is written there это что это что это это то это то то you should be very careful that's why I request everybody I put request in front of everybody first of all you try to go out of this maya to otherwise it is not at all possible for you to grasp this point you can understand if you at all it is just so well mahajjah it is not that you can but it is not lying with cheeja mahajjah with being it is alas I sort of some kind of disparity there so you can simply involve the логика не может стоять на пути к абсолютной истине. И в том трансцендентном мире можно найти какую-то противоположную седанту, какие-то взаимоисключающие вещи, но эти взаимоисключающие вещи можно найти что в материальном мире они как бы вступают в противоречия, но в духовном мире нет. Как, например, Кришна, Он наивысший и наслаждающийся. И в то же самое, поскольку Он Сам Верховный Господь, Он Верховный и наслаждающийся, и в то же самое время Кришна, Он Самый Отреченный. Он Самый, конечно, Самый Отреченный из всех Отреченных, Он никогда не наслаждается ничем, как это возможно? То есть Он Самый Великий, наслаждающийся, и в то же самое время Он Великий Отреченец. То есть все, что мы делаем, это для удовлетворения Кришны. И в то же самое время Он Обладатель всех достояний, и даже такого, как Отречения. И если мы, например, говорим об Отречении, то есть Кришна, Он Самый Отрешенный из всех Отреченных, и в то же самое время Самый Наслаждающийся из всех Наслаждающихся. То есть в трансцендентном мире это может быть одновременно, но в материальном мире это невозможно. Только сомнения могут возникнуть. То есть далеко не каждый может понять вот эти качества. И поэтому Савв Гусай сказал, перед тем, сказал тому материальному поэту, чтобы он пытался как-то общаться со спутниками Ши Читани Мухапрабу, и тогда он сможет узнать, что такое настоящая Сидданта. Ты можешь получить совершенную Сидданту, ты можешь понять ее, когда ты общаешься с любвечными спутниками Ши Читани Мухапрабу, и вопрос возникает, кто они такие? Кто они такие? Читания Паршады, кто они? Я уже говорил, вот согласно этой слопе, Джену значит, кем? Кем? Кем все Сидданта, все Бхакти, в двух словах, те, кто исполняют желание сердца Ши Читани Мухапрабу, они есть вечные спутники Ши Читани Мухапрабу, как народ Анатакву, как Чила Бхакти Анатакву, Шила Прабхупад, Шила Шидардар Гусай Мухапраб, Шила Кеша Гусай Мухапраб, хотя кто-то приявился до Ши Читани Мухапрабу, кто-то после, но фактор времени он не влияет на это. То есть личные спутники, вечные спутники Ши Читани Мухапрабу, это те, кто исполняют желание его сердца, то есть те, кто проповедует его учения. И вот Шила Бхакти Анатаква хочет доказать, что хотя Ши Читани и Горанга они не отличны друг от друга. Кто такой Ши Читани, он же Горанга, то Кришна, он же Ши Читани Мухапрабу, он тот же самый. И вот на самом деле Кришна и Ши Читани, они не отличны друг от друга, но кто-то может спорить, что мы можем поклоняться Ши Читани Мухапрабу, нет нужды поклоняться Кришне, кто-то может так сказать. И вот Шила Бхакти Анатаква говорит, что это Сиданта Сахаджи. Мы не можем так говорить, поскольку Ши Читани Мухапрабу, хотя Ши Читани Мухапрабу, Кришна, это не отличная друг от друга, но в то же время Ши Читани Мухапраба это путь, это процедура, с помощью которой это Бхаджан, это Абхидея, с помощью которой можно достичь Кришна Прямы. Кришна Прямы это наша цель. И вот то есть Ши Читани Мухапраба олицетворять с собой путь, а Кришна цель. Как кто-то говорит, что не нужно совершать Кришну Бхаджан, Гуру Бхаджана достаточно, и мы можем стать успешными, но через этот Бхаджан вы не можете стать на сто процентов успешными, хотя иногда может случиться так. Раньше кто-то из наших Гуру Бхаджан большинство из нашей иностранческой преемственности, то есть некоторые садан-сиддхи некоторые нитя-сиддхи, поскольку согласно Аштаки Шире, посвященной Шире Прабхупаде, там говорится, что он говорит, зачем Шила Прабхупад принял Саньяс, чтобы освободить всех обусловных душ. А если мы будем думать, что те, кто пришли к Шире Прабхупаде, они все нитя-паршады, они все нитя-паршады, те, кто приняли Харинавдикшу от Шире Прабхупады, если они все нитя-паршады, то почему Шилар Даргаса Макрасу написал такие строки о Шире Прабхупаде, что Прабхупад явился в этом мире, чтобы спасти всех обусловных душ. Понимаете? Иначе было бы сказано, что Шилар Прабхупад пришел со всеми Своими вечными спутниками и ушел с ними же и никого не спас. То есть так в Киртане не говорится. То есть какие-то ... То есть Шилар Прабхупад пришел, чтобы спасти обусловных душ из этого мира. То есть вся наша Гур-Варга и те, кто... Гур-Варга значит те, кто исполняют желание сердца сочетания Махапрабхупа. То есть те, кто просто приняли Харина и Дикшу, считать их нашей... всех считать нашей Гур-Варгой это неправильно. И вот хотя внешнее наше смирение оно подобно тому, как Шилар Прабхупа сказал, что Рамачанда Пури он совсем не Гуру. То есть он не считается Гур-Варгой. Он совершает оскорбление лотосмус с ним стопом Гур-Варгой. Он Майвади. Но все же сочетание Махапрабхупа он не нарушил правила. То есть если я не скажу это... То есть это нужно правильно для себя. И вот суть в том, что Рамачандра Пури он совершил оскорбление лотосмус стопом своего года и Бхагавана. Он всегда совершал оскорбление в их адрес. И его мысли они... Он был полностью Майвади. Мы не можем принять его как наше Гур-Варга. Но все же сочетание Махапрабхупа чтобы следовать правильными предписаниями он знает кто он но все же он внешне выражает ему почтение. И сочетание Махапрабхупа и сердце сочетания Махапрабхупа он знал что он не мой не старший как например Бхагаврабхупа Бхагаврабхупа когда он пришел в Тигрины из Куре и вот когда он пришел в Бхагаврабхупа что Бхагаврабхупа он приедет к тебе Махапрабхупа сказал что нет я сам должен к нему идти он старший но когда он пришел к нему он сказал что я не вижу здесь Бхагаврабхупа это не он поскольку он в Тигриной шкуре и только тогда когда он Если он переоделся в нормальную одежду, то Махапрабху сразу узнал его. И таким образом можно математически доказать, что Махапрабху не одобрит ничего, что не есть седанта. И таким образом во времена Шилы Прабхупады те, кто пришли к нему и те, кто приняли Харинаму или Дикшу, нельзя говорить о них, что они грубо, но все же внешнее почтение мы должны выражать им. Но совершенная седанта в том, что те, кто исполняют желание сердца Шилы Прабхупады или Шилы Прабхупады, они есть его вечные спутники. И вот таким образом наши гуру Агархи, Шилова Бхактюна, Такура и прочие, они вечные спутники Шилы Прабхупады, но не все. То есть какие-то... То есть также есть учеников Шилы Прабхупады, Шадан-сиддхи. Но наши гуру Бхактюна, когда они оставляют это тело, есть свауп-сиддхи и васту-сиддхи. Я попозже это обсуждал. Васту-сиддхи значит, после оставления этого тела, вы не сразу войдете в Гору Алилу. И для Гору Алилу есть большое преимущество, и те Гору Алилу, они могут одновременно ввести в Гору Алилу и в Кришна Алилу. Я могу привести пример, как Рупагасвами, он вечный спутник Шичитани Махапраба, и в то же самое время Рупагасвами под Рупагасвами, он вечный спутник Радхарани. Так, смотрите, Нарут Амтаку, он Чампаку Манджари Чампакалата, но в Гору Алиле он Нарут Амтаку. Таким образом, но Шила Бхактюна так говорит, иногда может случиться, что они совершают Гору Бхаджан и Кришна Бхаджан под руководством Горанги, но иногда их ништха настолько велика, но они могут быть только в Гору Алиле, но это не обязательно так, это редко. Обычно, такое обычное правило, что, как, например, в Мадавиндапурипаде не было Горанга Аватара, но Шила Бхактюна так говорит, Горанга Аватара не было столько ваше мнение, но Горанга Махапраба, он был внутри его сердца. Я могу показать, где это описывается, то есть, хотя внешне Гора Аватара не было, но все же внутри сердца был Гор Аватар. И поэтому такое великое чувство премы, оно было, поскольку эта према, она была только с Горангой, нигде больше ее невозможно было найти. И вот, человек, он так хочет сказать нам эту Сиданту, хоть когда мы Горди, когда мы совершаем Кришна Бхаджан под руководством Горанги Махапраба, это правило. Мы должны следовать Горалиле, чтобы получить полную, точную Сиданту, поскольку относительно Кришна Лилы много запутанностей, многое, что можно не понять или понять неправильно, но Горалила, она прямая и ясна. И вот так постепенно, когда вы осознаете Горан, всего Горалилу, И вы поймете славу Радхарани, вы поймете Лилу Божественной Читы, всех Гопи, вы поймете это все научным образом, но для этого нужно осознать, понять всю Горалилу. Поскольку в Горалиле нет никакой возможности понять его неправильно, поскольку Гошеча Таним Махапраба показывает нам, что Кришна Лилу, что Кришна хотела показать, никто не мог понять, большинство людей не понимали. Так что Горалиле, они могут понять кальций. Это система. То есть смысл в том, что Горалила — это полное объяснение Кришна Лилы. И если кто-то хочет следовать только Горалиле, то есть их Баджана не одобрена в Писаниях. То есть нужно одновременно их совершать. И вот так постепенно я хочу доказать, что Кришна Лилы и Горалила — они не отличны. На самом деле, когда Шичит Таним Аватар, вы можете вспомнить на День Еврения Адвайта Гасаи, я говорил как Адвайта Гасаи. Он молился Верховному Господу, о Господь, снизойди. Он предлагал Ему воду Туласи, воду Туласи, воду и листы Туласи. Вот Адвайта Гасаи молился, и Кришна был вынужден снизойти в этот мир. И на самом деле, когда все Кришна снизошел, Он снизошел с Санхиртан-ягин. Когда Кришна явился, Он, когда Шичит Таним Махапабу, Он явился вместе с Санхиртаном. И какой же сигнал, который дан Бриндаванда Стакурум, Шичит Таним Махапабу. Когда Он явился, все чувствовали какое-то счастье. Они не знали почему. И так счастливы в этот день. И Адвайта Гасаи и Харидас Такур в Шантипуре, они говорили между собой. И вот Адвайта Гасаи танцевал. А Харидас Такур думал, что случилось нечто особое. И Адвайта Гасаи сказал, что ты скоро поймешь, что случилось. И таким образом Горанга Он явился. И Горанга Авата, когда Сита Такурани Югамай, имею ввиду жена Адвайта Адвайты, она первая пришла сюда, чтобы получить Даршан. И вот на Паланкине со всеми городами Она приехала. И вот когда получила Даршан Горанги, Она сказала в Читане Бхагава, Читане Читане, говорится, что это Кришна. Он не Кришна, никто иной, как Кришна, просто другого цвета. И вот Сита Такурани сказала, о Мога Господь, что я вижу, это Кришна. Только цвет отличается, и ничего иного. И Сита Такурани благословила Его. Она была очень довольна. Она отдала Ему все дары. И постепенно, когда Горанга Махабаба пришел сюда, в этот мир, Санкт-Киртан, он тоже явился. Поскольку люди неосознанно совершали Харинам Санкт-Киртан, они не знали. Хотя описывается в Читане Бхагавате, что те, кто не говорят ничего о Бхагаване, но в тот день они повторяли Его святые имена. Они шли принять омовение в Ганге, поскольку был затмение. Лунное затмение было, и поэтому все шли к Ганге принять омовение, и они повторяли святые имена. И когда Ши Читане Махабаба появился, он явился вместе с Санкт-Киртаном. И с самого детства, вы знаете, была такая система, когда Ши Читане Махабабаба, имею в виду Балго, когда он плакал, кто-то говорил, Харикишна, Харикишна, он перестал плакать, и все гопи в этой Навадипи, они поняли, что делать для того, чтобы он перестал плакать. Они подходили к нему, повторяли Харикишна манту, и он перестал плакать. И вот таким образом Ши Читане Махабабабу проповедовал славу Харинама. И постепенно эта лила продолжалась. Баллила, смотрите, она прекрасна, поскольку в Киршна-лиле Балгопал и Балгур, они одинаковые, и то же самое случается. Отличий нет никаких. И вот когда Ниламма Чакраватипад пришел вместе со своим гороскопом, он начал танцевать, что настолько прекрасно все. что этот мальчик спасет из всей Вселенной, и он нашел все признаки, в различных местах описываются признаки, которые были на его теле и прочее. 12 различных признаков и разные другие знаки на его теле. И вот когда он плакал, однажды Ши Чима хотела взять его на колени и накормить, и увидела, что на его стопах разные знаки, палец, раковины, лотоса, и она очень обрадовалась. И после этого, смотрите, Однажды, когда Чайтана Махапрабха, во время аудитской лилы, И вот этот Саньяси, он совершал половничество по разным местам и пришел в дом Джагнатха Мишри. И Джагнатха Мишри был очень счастлив, что Саньяси пришел к нему в дом, и он организовал все вещи, которые мог, все продукты для Саньяси, чтобы он сам себе приготовил. И это было уже достаточно поздно, очень поздно. И после этого он начал предлагать Балгапалу свои подношения, и Гуранга он пошел и съел. И вот этот Саньяси так повторял свои мантры, предлагал Балгапалу, и только увидел, что Гуранга он ест это все, что он приглашал. Он возмущался, значит, что учишься, то есть объедки, как можно предлагать. Но Джагнатха Мишри сказал, что ну что делать, давай, мы это все помоем, и ты опять приготовил. Но Саньяси сказал, что уже поздно, но в общем он согласился, и опять начал готовить, и Джагнатха Мишри, они начали смотреть за ним. Но все же как-то он все приготовил, начал предлагать, он с помощью бич мантры, он к этому Богу подносил, и опять Гуранга пришел и начал есть эти подношения. И вот этот Саньяси начал кричать, вот Джагнат Мишри, смотри, опять твой мальчик пришел и испортился. И вот они начали плакать, что смотри, Саньяси пришел в наш дом, но что делать, мой сын, он мешает тебе, и поэтому давай заново готовь. Но он сказал, что нет, уже поздняя ночь, хватит готовить. Но Джагнат Мишри все равно сказал, что смотри, мы греханские, если ты, ну, давай приготовь, и опять предложи, и вот Саньяси опять начал готовить. Они закрыли, в общем, закрыли его в комнате, и Джагнат Мишри с палкой на ступенькой сидел, ждал. Что если он выйдет, то поймали, и не пущу. И вот Саньяси опять все приготовил, начал предлагать. И под влиянием Йога Майя они все заснули. И вот Балгопа опять пошел и съел то, что он подносил этот Саньяси, и этот Саньяси опять начинал хуже. Он хотел закричать, но Гопал явился к нему и сказал, что ты не беспокойся, я тот самый Кришна, тот самый Гопал. И поэтому успокойся, ты зовешь меня, и поэтому я пришел, что плохого? Такими своими мантрами зовешь меня, чтобы я принял этот просад, это подношение. И я пришел и принял, в чем же проблема? И вот таким образом... То есть это случай, он подтверждает равенство, то есть что Кришна и Гуранг они едины. И вот наша Гурага говорит, мой Гурадев говорил, что вы должны читать читание Бхагавату каждый день. Вы, может, забудете поесть, но читание Бхагавату не забывайте читать. Даже Кришна Бхагавату так говорит нам, что читание Бхагавату нужно читать ежедневно, чтобы обрести Бхагавату. И вы понимаете? И Гуранг Махапрабху он являет эти лилы. И однажды,ando махапрабху, он вы germiced. И вот Бхагавату ходил в разные жилищи группы, он воровал масло и прочее. в горле тоже. Такой же происходит Балго, он бегал по различным домам. То есть он тоже ходил в чужие дома, воровал что-то, а если там нечего было воровать, он просто... Если там были какие-то дети, он ущипал, и эти дети начинают плакать. И вот эти... И вот эти потом люди, они ходили и жаловались. И человек говорит, Миша и Сачима, им это уже надоело, они начали ругать Гурангу, что у нас богатый дом, всего достаточно. И поэтому, какая нужда тебе ходить, ругать еду из чужих домах. Нима разгнивался и начал выкидывать горшки из дома. В этой параллели можно видеть, что Гуга Лилы и Балгопал Лилы, они одинаковы. И вот одна человек говорит, Балгопал, Балгопал что-то делал. Балгопал, Балгопал что-то делал. Балгопал, Балгопал, Балгопал что-то делал. Сачима говорит, «А, I will ask you wash utensils, this, that, wash clothes». То есть, вы можете сделать одну вещь. В деревне я даю, вы возьмете шандес, sweet, и мури, you know, fried rice. И так далее, вы возьмете кой, специальное вещь. И в Санските это называется ладжи. Ладжи означает кой. Ладжи, очень light. Возьмите кой. Возьмите кой. Потом, что он делает? Гурангопал в воду. Возьмите кой. Почему вы возьмете мури? Я вам даю шандес. Шандес, sweet. Почему вы возьмете кой? Но что происходит? Что происходит? Мури, 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 мури и мури. Мури, мури, мури. Мури, мури. Ехо мури, сехо мури. Это тоже мури. Сандей, мури, мури и все мури. Он ответил, что это... Ну, поскольку, что рис, что сандеша, что глина, они, собственно, по-большому то же самое, поскольку все происходит из земли, из этой глины. То есть я знаю, что все растет на земле. И это есть... То есть та же земля, та же глина в другой форме. Но если мы будем есть глину вместо фруктов и зерна, ты просто заболеющий. Поэтому смысла нет. Горангамаха Аббаба ответил, что я не знал этого, почему бы ты раньше мне не сказала. И поэтому, к сегодняшнего дня я перестану есть глину. И вот там во времена Джагнатмиша было очень много гатов, то есть место, где можно прийти омывение в Ганге. И вот... Горангар. Некоторые, которые принимают весы, они там выожду, принимают древние глины. И они идут в древние глины, и идут в древние глины. И потом они умеют они, которые... Эй, где есть мои глины? Где есть мои глины? Вот оно. Купasa в древние глины. Вот так. И некоторые шеются в Ганге, он в ганга возникает, и воды приходит. Эй, я делаю Гангар, вы не понимаете? Ну, в общем, беспокоил людей, которые там занимались одеждой в барабан, то просто шумел и их беспокоил, и вот эти люди начали жаловаться, что смотрит ваш сын, он очень беспокоен, он много беспокойств нам причиняет, и лучше его наказать как-то, чтобы он в будущем не испортился. И вот когда он пришел, Джагахмеша, очень... Очень удивился, поскольку он пришел из школы, из Патшала, my school, everybody is speaking, you are coming for Ganga, making pro... They are speaking all wrong, lie, lie? Just know they are speaking very calm. You need not go to school. You need not go to school. You sit inside room. Otherwise you can make problem in future, I think. They stop reading. You need not go to school. Then, Gauranga became very angry. And Nimai? Nimai what drink? Nimai, they don't allow, because the village is also on village with Gauranga. They don't allow, they don't allow, they don't have to stop reading and writing. Then Nimai became very sorry. One day, one day, one day, one day, one, you know, dustbin, almost. There is one, you know, pot, mud pot, where all the Mishnu Naividya, they are cooking Naividya, and they do a stretch, they throw, and Nimai going there and sitting with Dattatya Baha. Dattatya, you know? Ganyuk Dattatya, one other. I'm sitting. I'm sitting. Why you are sitting there, it's dirty place? Go and take bath in Ganga. Then Nimai speaking. Why it's dirty? You are cooking Naividya. There is mud pot, it's very few. No, I don't know. You have to go take bath. I cannot go. как не так запретили учиться в школе. Так слышно? И вот Махаша рассказывала о том, что когда Гуранге запретили учиться в школе, то он пошел и сел на горшки и просто сидел там. И когда его родители пришли и спросили его спуститься с горшков, поскольку горшки нечистые, ты там сидишь и оскорняешься, то он сказал, откуда я знаю, что они нечистые, если вы мне запрещаете учиться. И вот потом следующая история про Мурари Гукта. Когда Мурари Гукта проповедовал Неваду, он объяснял йога ващищству. И Нимай, он тоже говорит. Но Мурари Гукта говорит, он отверстия его, он говорит. И Нимай тоже говорит, он знает это. И Мурари Гукта говорит, «Эй! Why are you speaking? Imitating me? Ha? Again, again, boy. After that, one day, Нимай, с Мурари Гуктой, и Мурари Гукта недоволен был. И потом пошел в дом Мурари Гукты, Мурари Гукты есть, начал. И Балгопал, он маленький, ходил без одежды. И вот... «Эй! What are you saying? What are you saying? Hey! Don't show red eyes in front of me! Those who are speaking jokbha sister, I make urine on their pot. Be careful!» Мурари Гукты become very young. И вот он, в общем, пошел к нему и написал его тарелку с едой. А почему? Поскольку, когда Мурари Гукты начал возмущаться, то он сказал, что те, кто проповедует эту Майваду, то вот я так делал. И однажды его мать Сочимата, она потеряла сознание, и разные гупи, они сказали, что нужно пойти кокос принести. И тогда Балгопал, он пошел и принес два кокоса. Как это? Этот маленький мальчик. Как он так быстро два кокоса принес? И таким образом, однажды, Хираня Гавадька, они в Акадоши. Это обычная рука, это система. Есть такое правило, что Акадоши, это как бы для нас, а для Кришны все равно нужно готовить и предлагать. То есть нужно предлагать, но не Акадошные просадки, точнее не Акадошные подношения, и предлагать это Кришне. И вот Хираня Гавадхана в день Акадоши, они приготовили множество блюд, и тут Балгопал, Балгопал, он начал плакать, он начал плакать, и все удивлялись, почему он плачет. И вот он сказал, что нужно пойти к дому, к этому предному, взять то, что они предлагали Кришне в этот день, мне принести, я это съем и успокоюсь. И вот, когда они пошли к нему, он сказал, что, да, действительно, я предлагал это, а откуда Балгопал узнал, никто не знал, но так или иначе, когда ему принесли, он принял и успокоился. И вот потом, когда он с упражнениями логики, он устанавливал какую-то логику, и опять его разбивал другими аргументами, и это в виде Виласа, это, то есть, и потом в дальнейшем, когда он получил образование у Ганга Даспандита, в его школе он учился, и все мальчики, которые там были, они были очень удивлены видеть настроение, видеть качество Нима, поскольку у Ганга Даспандита достаточно было один раз что-то сказать, особенно по грамматике, грамматика очень, даже сегодня это очень такой тяжелый предмет, особенно санскидская грамматика для всех это очень тяжелый предмет, а Нима, когда бы Ганга Даспандит не говорил, то есть, что бы он говорил, он сразу запоминал, а другие студенты не могли это делать, и они удивлялись, как это возможно, и потом, когда у Ганга Даспандита занимался, и он стал читать уроки за этого Ганга Даса, и вот подобно тому, как в Ашами Сандипани Муни, там Кришна и Бхарам, каждый день Сандипани Муни говорил, какой-то сиддханту, какой-то, говорил что-то, то, когда они слышали, они сразу запоминали, каждый день, если, например, сегодня об этой части говорят, а второй они запоминают, хотя для других это было невозможно, они запоминали все, что говорит их учитель, то есть, так Макрадж проводит параллели между Гува Лилой и Кришна Лилой, Гуранга может запомнить любую сиддханту, любые формулы, то, что говорил его Гува, он запоминал, и потом, очень скоро, он отправился в Новодип, это наивысшее место во всем мире, во всей вселенной, в читании Бхагавати, говорится, что Новодипа, это изначальное место, откуда все учения, они исходят. Виддапит, значит, источник всех знаний. Новодипа, это дома. Если кто-то что-то где-то учится, учится, если он не не получит какой-то учетную степень из Новодипы, то его образование не считается законченным, не считается уважаемым, то есть, если... тысячи и тысячи студентов, читания Бхагавати, поэтому говорится, что здесь множество студентов и учеников, то есть, любые виды образования по ведам, ведам, панишадам, можно было получить в Новодипе. Чайтан Махапу, однажды, был на Ганге, и Кеша в Кашмире, один великий пандит, он получил благословление от Сарасвати. Он мог... Сарасвати, она была... Ее благословление, он мог пересворить все. И вот, когда пришел Кеша в Кашмире, все испугались, кто же может встретиться с Ним? Никто не хочет даже встретиться с Ним. Но сегодня мы можем даже встретиться с Ним. Это деликатри для Новодип Дам. Новодип, также для пандитской общественности. Вы знаете... После этого, этот пандит пришел к Ганге, и, так или иначе, с Горангелем Махапраба, он сидел и разговаривал со своими учениками. И в то же самое время, вы знаете... Дигвиджай пандит пришел. И после этого... Как его зовут? О, я слышал Твое имя. Вся Новодипа повторяет Твое имя относительно Бья Корана, относительно грамматики. Ты великий учитель. Махапраба, что не стоит столько почести мне, но я слышу, что ты великий пандит. И вот я хочу услышать что-то от тебя, что хочешь услышать. То есть смотри, если ты скажешь что-то о славе Ганге, Ганге, то я хочу услышать что-то о славе Ганге, вот эту слогу. И после этого Махапраба, еще что-то о немахапрабу. Когда этот бандит за долю секунды он произнес тысяч, сотню шлоков. И после этого Нимай сказал, как прекрасно, ты великий пандит, по милости Сарасвати. Но я хочу также объяснение конкретных шлоков. услышать, о каких точно я подобно я этого произнес, повтори. И вот Махапрабабу потом произнес эту шлоку, которую он хотел услышать объяснение от него. А бандит очень удивился, как ты вообще запомнил за долю секунды я произнес, и невозможно было расслышать, не хочу там запомнить. Я говорил, подобно ветру, еще читание Махапрабабу, он сказал, смотри, ты можешь по милости Сарасвати так быстро их произносить, но у меня тоже может быть какое-то благословление, что я могу запомнить то, что ты говоришь. может на мне тоже милость Сарасвати, но бандит согласился, и Нимай спросил, смотри, еще ты можешь какие-то достоинства и недостатки этой шлоки повести. и он сказал, ну какие недостатки, ты ничего не знаешь об Аланкаре, об украшении, о сахите и прочем, и как ты вообще можешь что-то говорить об этом. А он сказал, «Малый слишком глуп и вообще, что ты понимаешь в моей поэзии?» И Гуранга Махапрабху сказал, что «Да, я малый глуп, но что делать?» Я слышал об Алангаре, что-то, и о Чанди, и вижу какие-то ошибки, какие ошибки Гуранга. И сочетание Махапрабху, он начал говорить, что там за ошибки. И этот бандит, он очень сошел с ума. Нет никого в этом материальном мире, кто мог бы найти недостатки во мне, он столько их нашел. Как это возможно? И тогда тот бандит, ему стало стыдно, и еще что-то Махапрабху сказал, что «Иди отдохни, и завтра мы встретимся и продолжим». И таким образом, тот бандит вернулся назад домой и начал молиться Сарасвати, что «Ты оскорбила меня». «Смотри, из-за тебя меня оскорбили, какой-то маленький мальчик, и оскорбил меня, великий бандит». «О, он на самом деле мой муж, он Верховный Господь, он необычный человек. Человек, ты очень удачлив с Сарасвати, ты можешь пойти к нему и получить прибежище у его лотосных стоп, и твое образование оно стало успешным в этот день». И в тот день этот бандит пошел к нему просить прощения и принимать прибежище, просить о милости, и тогда Уанга Махапрабху благословил его и сказал, что «Смотри, ты образован, я знаю, ты…» «Ты бандит, но суть образования не в том, чтобы переспаривать всех, то есть не то, чтобы быть победителем везде, а суть образования – это обрести Кришна Бхакти. И вот в читании Читамиде говорится, что суть образования, чтобы обрести любовь к Кришне. Это наиващая цель любого образования, если ваш ум, он прикоснулся к твоему лотосных стоп, Ши Кришны – это есть суть всего образования. Кришна говорит в front of Buddha, «Са бидья тат матирия». «Са бидья» – это триллинг, «са бидья». Это называется бидья. «Са бидья, с помощью которой вы можете обрести бхакти лотосных стопах Кришны». «Са бидья тат матирия». «Матирия» – если ваш ум, вы можете обрести материал, то ваш ум, вы можете обрести лотосных стопах Кришны. То есть это цель, это главная ваша образование. Суть образования не в том, что вы хотите спорить со всеми и получать одних свидетельств о вашем побеждении. То есть это не суть образования. И вот после этого Ши Читани Махапабу он отправился в Бангладеш. Но перед этим он женился, но перед женитьбой случилось нечто. Однажды Гуранга Махапабу, он пошел на Гангу и видел там девочки поклоняются Багавану, с какими-то подношениями. И тогда Гуранга Махапабу, Нимай, и тогда Гуранга Махапабу, Нимай, и все, и все, и все, и все, и все. «Я блесю вас, вы можете получить все». Он пошел туда и принял все их подношения и благословил их, а они стали возмущаться, что, собственно, происходит. Так что я говорю. «Eй, в чем вы вы 무지аете? Я супремла, да? Вы учитаете супремла? Да, Гангладурга Дасимор Махескин Кор, Гангладурга, он мой мастервент, и Сангар хороший мастер. Вы обожтите меня. Я могу принять меня в бенедике? Это что? Я говорю правильно. Ганга-дургадасимор-махескинкор Пабху-кхе ама-пу-жамидибобар Пабху-кхе-амма-пу-жамидибобар Пабху как гитаха, видите? Потом, я блест, что вы можете получить молодого мужа как мужик, как мужик, красивый мужик, и все семь 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 семь, каждый из вас может получать семь мужчин, семь мужчин. Один девочек, все наивиады и все, «Hey! Why are you flying? You can get old husband! You can get old husband! И семь, you know, step, you know, step wife. Then again he is coming, giving all, you know, naivyadda, and being dhup and dhipt in front of him. Who can say he is speaking in this way? Maybe some divi-gods coming inside. This way, go rango give it. But one day special thing, one day special thing happens. What happens? One day Nimal come to God and find Lakshpiya divi worshiping. I mean, then in front of Lakshpiya divi coming, then from Lakshpiya getting all garlands and everything, and blessing, you can get benediction from them. After that, when they grow up, actually Lakshpiya divi is the eternal, you know, wives of Nimai, nobody knows. Actually this way, I know, this way actually, after that, after marriage, people are going into Bangladesh, in Bangladesh, in Bangladesh, this is Bengal, they are actually for giving education, and there education. it's secret to preach bhakti. To preach bhakti. To preach bhakti, yes. So, mature people speak this way, to teach bhakti. To preach bhakti. There are thousands of, you know, students coming in front of Nimai Pandit. And if Nimai Pandit, we can greet front of Nimai Pandit, we can greet front of Nimai Pandit, we can get nice education there. to preach bhakti. This way actually, they are Newai Pandit. And in the meantime, Lakshmi Priya Devi, it is written snack bite, but actually this not, Siddhanta is not the snack bite. Кто-то говорит, что её змея укусила, но Siddhanta in the meantime, that is the snack bite of what? Viraha. That is the snack bite that is the separation of viraha, that is the form of sagn, because you could be in the meantime, more secret Siddhanta in the meantime, пришла и укусила ее. Более сокровенной Сидданто со словом Шиллеппаба падающей на Бактюна Дракуна. Говорится, что Лакшми Прея была подобна Лакшми Нарайне, но после этого Горанга Махапраба являл уже другую лилу. И поэтому, когда Лакшми Прея ушла из этого материального мира, то Вишну Прея, она подобна катализатору для Горанга Махапраба. И после этого также она подобна катализатору. Я Вишну Прея, Дракуна Махапраба, до конца. И таким образом, Нимай, он опять женился на ком? На Вишну Прея. И таким образом, когда Горанга Махапраба вырос постепенно, совершал разные лилы, когда началась Санкиртан, Ягья Кази, победили. И вот в Чанда Шикар Ачарья Бавани, он явил другую лилу. И Вишну Прея, Деви, она была очень опечаленная, когда у нее не было возможности служить Господу. Поскольку Горанга Нимай, он весь день практически, он совершал Санкиртан и совершал различные лилы с преднами, не приходил домой, но иногда приходил, но его ум, он отсутствовал. Он всегда думал о Верховном Господе, плакал, иногда принимал просад и уходил. И таким образом, Вишну Прея очень опечален, поскольку у него не было никакой возможности служить Господу. И когда Нимай принял решение совершать Санкиртан-расу в Шива Сангане, днем они совершали Санкиртан, даже если Чанда Махапраба принял решение, «Почему ночью? Нельзя, ночью тоже нужно совершать Санкиртан». И вот они решили совершать Санкиртан ночью тоже, и всю ночь Санкиртан совершали. И вот Вишананчик Ватя Патт, описывая, что там Санкиртан происходил практически в круглосуточной, Ирупа Господи Патт, вводит там такую формулу, что и, конечно, Даска рад, что он на ее основе пишет Говинда Лиламрито, но ее не нужно читать сейчас. Это наставление Шивы Прабхупада, Шивы Бхактюна Такова. Значит, через все, когда мы получим полную милость в Говранге, то тогда мы сможем войти в Кришна Лилу. Это наставление Шивы Прабхупада, Шивы Бхактюна Такова. И вот Нишанта Лила. То есть Махас говорит о том, что вот Кришна Лила или Гога Лила, то есть они идут параллельно, можно... Вот Ваштака Лила, то же, чем занимается Кришна в конкретном промежуток времени, можно также наблюдать, что Гога Лила тоже занимается тем же, Тем тем же, как, например, Прасад. Время Прасада в десять и там в десять, и потом Гоша Чаран Лила, когда Кришна идет с телятами, с пастушками в Годруму, какое чувство он испытывает, у Гос Махапрабху то же самое. И таким образом, наша Гога обещала нам, что Вы получите то же сокровище, но не смешите. Постепенно смотрите за собой. Если есть какая-то нечистота в Вашем сердце, какое-то вожделение, запах вожделения, то тогда у Вас нет права. Постепенно Вы можете войти в то, что объяснение, которое дает Шила Пархупат, Шила Бхакти Вантакху, Шила Кеша Гусей Махарадж, Бхакти Памут Пури Госвами. Я могу все Вам объяснить. Я не говорю от себя самого, я говорю о том, что я услышал от моего Городева. И вот суть в том, если Вы сможете осознать Гору Лилу, то тогда Вы сможете получить вход, доступ к Кришне Лилу. И суть в том, Горанга Махапрабху, Он показал все. Каждую Лилу, каждую часть секунды Горанга Махапрабху, Он является различной Лилой. И в дальнейшем я могу рассказать про конкретную Лилу и Сиданту, которую Махапрабху являет с помощью той или иной Лилы. И вот Сиданту Махапрабху написал Шикшаштаку. И Сиданту Махапрабху, после Сиданту Махапрабху, вы слышите что-то, но все равно это не полностью. В algún день я могу попробовать, один по один, я могу поговорить. Но другой момент, когда Сиданту Махапрабху И когда Сиданту Махапрабху говорит о себе, как... То есть вот эту штуку я хочу завтра обсудить подробно. А сейчас в этом материальном мире кто-то какая-то дживатма может принять форму женщины, кто-то может принять форму мужчины, кто-то форму животного. Понимаете? Согласно своих прошлых действий, мы живые получают это грубое тело. И вопрос в том, если Майадеви оставит вас, если, я имею в виду, вы избавитесь от влияния Майадеви, поскольку в этом материальном мире есть сеть, это Майадеви, это материальная болезнь. Если вы избавитесь от этой материальной болезни, то вы уже находитесь в безопасном месте. Смотрите, очень трудно выбраться из этой материальной концепции. Я могу основательно говорить вам, но ваш ум не может так просто это принять. Вы все равно верите в мужчин и женщин, а не в душу в теле. И Махапрабху, он дает вам такой совет. Я несколько дней назад сказал, что материалисты, материальные люди, они всегда думают на форме, на внешнем виде, на форме, то есть на матеральной красоте, на форме. Это называется Манг Шадрик. Это называется Манг Шадрик. То есть концепция, телесная концепция. А как можно понять, что ваш баджан совершенен или нет? Вопрос. Я задал Гурубарху, как я могу узнать, что мой баджан стал совершенен? Считаю, Гаса Махараджи, Кеша Гаса Махараджи. Они, мой Гуру Махараджи, они говорят, «Омосин, смотри, ты можешь осознанно увидеть, твой баджан движется положительно или отрицательно. Смотри, постепенно ты можешь увидеть, что… если день за днем ваша любовь к Гуру и Вашнава увеличивается, то тогда будьте уверенны, что твой баджан идет правильно. А если ты теряешь веру в Гуру, Вашнава, в Наму, в Наму, то тогда ты деградируешь. Это главный признак. Если вы находитесь в какой-то стране, неважно где, не только в Индии, но если вы сможете сконцентрировать ваш ум на лотосных стопах садгуру, то автоматически вы будете чувствовать, что нужно вам делать. Ваш ум придет его варендован. Бандер Гуслаймах Раджи, Бандер Гуслаймах Раджи, они отправлялись в Америку, в Англию для проповеди, но их ум был в Навадибдаме. Можете ли вы делать это? Возможно ли это для вас? Нет, невозможно. И как тогда мы сможем обрести Гуру? Вы можете жить в какой-то Европе, в Словении, в России, в Европе физически. Но если ваш ум там, в Навадибдаме, то будьте уверены, что вы в Навадибдаме. Если ваш ум в Навадибдаме, то тогда вы есть в Навадибдаме. Поэтому Бхак Симонатаква дал такое наставление физически. если вам невозможно находиться в Навадибдаме, то, крайней мере, вы умеете там находиться. Это тоже хорошо. Можете ли вы это делать? И день за днем я буду говорить о Сидданте, чтобы вы могли осознать, ваш Бхаджан идет правильный или неправильный. То есть просто запомнить множество молитв Стотера и говорить их на публике – этого мало. И вот смотрите, вы можете находиться в любом, в любой части этого мира, но главное, что если ваш ум находится в Навадибдаме, во Вариндаване, то тогда ваш Бхак Симонатакв. Какие же главные признаки Гаудии? Вы можете понять, что если наша Гуру Варга находится во Вариндаване, то их ум в Навадибдаме. А если они находятся в Навадибдаме, их ум во Вариндаване. Вы можете проверить их. Если вы не верите мне моим словам, вы можете проверить их. Когда они находятся в Навадибдаме, они полностью находятся во Вариндаване. Поскольку осознание их совершено. Поскольку Навадиба, вы знаете, она самая могущественная дама. И Навадиба может поддержать вас. Те, кто находится в Навадибдаме, они находятся во Вариндаване. Те, кто находится во Вариндаване, они находятся в Навадибдаме. И вот сегодня суть в том, что Чайтану Махапрабу совершает различные лилы, но в начале всего, смотрите, вы должны понять вот эту Сидданту, не пытайтесь занять ваши глаза для Даршина. Я говорил раньше, поэтому Чайтану Махапрабу очень гневался. Почему? С маленьким Харидасом. Поскольку маленький Харидас, он видел как-то материальным взглядом вещи. Если вы следовали сочетанию Махапрабу, в материальном плане мы не имеем права находиться перед женщинами, но Сидданта в чем? Я могу еще раз объяснить, что не должно быть никакого чувства наслаждения, чувства духа наслаждения. Иначе, сочетание Махапрабу, он не видит никаких женщин. Говорится, что сочетание Махапрабу снова говорит, что смотреть на женщин с духом наслаждения, смотреть на царей богатых людей, это плохо для Саньяси. Для Саньяси это запрещено. Но мы не... Если я вижу их как... То есть, если нету... То есть, если нету... То есть, анатогайдизм Ниттанам. То есть, я не знаю, сочетание! Радхарани среди женщин, то это хорошо. То есть Гаудья Сидданта, она очень высока, очень. Банг Сидданта Чайтанна Чайтанна Я говорю, я не говорю никакого рабочего. То есть очень, как сказать, тяжело. Я говорю то, что услышал от Гурдевая. То есть мы должны быть очень осторожны с нашим видением, с нашим Дашином. То есть когда мы видим, что мы видим, это какие-то внешне материальные вещи, мы должны бояться, подобно тому, как боимся видеть змею. Когда бы мы не смотрели на змею, мы начинаем бояться этой змеи. А для саньяси, те, кто хотят принять полное учение Сиддани Махапабу, они должны быть очень осторожны с женщинами. А те матаджи, те, которые хотят принять Сиддани Махапабу всем сердцем, для них я хочу дать такой совет, что тоже они не должны быть заняты тем, чтобы видеть какую-то внешнюю форму. То есть нужно видеть душу Кришнова, пребывающую в каждом теле. Например, вот в искуне есть слон, Горанга его зовут. То есть мы не должны видеть, привязываться к внешнему. Внешнему. Дорогу я могу дать вам послательство. Какой горе-дивоте, какой-то послательство вы получаете, мне хочется узнать. В два дня, очень короткий час, вся философия Даршн, открыта, большой океан. Но все еще хочется это перескать. Сегодня нужно остановить. Банчакал-падрубосыки пасын-нобайвача по титану-павану-бабочным диомомомом. Тайм? Нет? Семь. Нет? Не. Нет. В Admашем угла в воде, вы имеете в pełну. Нет? Нет. Нет? 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 Нет, нет? Вы послательных вопросов, нет? Нет, нет? Нет. Городов, я пророщу. В начале, Вы говорили о нишвина-древе, Вопрос про Нарисимхадева, который может удалить все материальные желания, но мы также слышали, что Нитянада тоже удаляет материальные желания из нашего сердца, и в чем разница между ними. И вот вопрос в том, что Нитянада — это Акар Гуру Татва, Нитянада Прабу, он изгоняет их, но Нарисимхадев, смотрите, со всеми аватарами у них какая-то особенность, и у Нитянада Прабу особая особенность, чтобы избавить нас от всех проблем. Это его особенность. Нитянада Прабу тоже это делает, и Гуранга тоже. Почему нет? Но особенность Нитянада Прабу в том, что это его особая обязанность, Нитянада Прабу, это его главная обязанность. Нитянада Прабу в том, что Нитянада Прабу в том, что Нитянада Прабу принял лотосный стопор Нитянада Прабу на свою голову. И поэтому Ганапати Девата получил милость, чтобы смог избавить нас от всех проблем. Откуда этот Ганапати, Ганеш, получил силу от Нитянада Прабу, этот Нитянада Прабу исходит из Кришны. Я могу сказать... И вот если можете... Шишио Махарашан тоже может в вашей молитве избавиться от проблем. У них тоже... Они тоже помогают в баджане, но особенность Нитянада Прабу в том, что это особая аватара. Говорится, что это его особенность, нет ничего плохого. Это просто особенность Нитянада Прабу в том, что это особая аватара. Но это особая особенность Нитянада Прабу, особенность Нитянада Прабу, особенность Нитянада Прабу. А особенность Нитянада может даровать нам в Риндаван, по его милости. Нитянада может даровать нам Радагавинду во Риндаване. А про Амирсимхадеву такого не говорится. У каждого аватара Господа есть особые особенности. Не проверяешь? Никакой нет, Нитянада? Нитянада? Хорошо. Тогда я хочу. Хорошо. Значит, Нитянада Прабу не приходится. Что? Нитянада. Хорошо. Преку? Немай, маленький, до тех пор пока Адвайта-чаря не было посвящено Шачимати. Не принимал груз, не принимал молоко, не принимал. До тех пор пока Адвайта-чаря не было посвящено Шачимати. Диаскинг дэт, Немай, ши, дознат тэк, брестмилк фрмшатшимата, онлесши год инешэшн фрм, адвайта-чаря. Дэддэс трюор нот. Кто сказал? На самом деле, смотрите, Горангамахапабу он виртуальный Господь. Он может относиться к Адвати как к своему Гоу. Это естественно, поскольку для Господа естественно такое смирение. Но это не значит, что ему нужно Адвати Адвайта посвящение получать и у матери. Горангамахапабу, когда он родился, он уже принимал молоко. Кто это сказал? А посвящение, как он получил, можно... Но с помощью звука, то есть когда он услышал имя Кришны, это уже можно сказать, что это посвящение, как Брама получил посвящение через звук. Смотрите, что значит посвящение? Посвящение значит развитие в ваших отношениях с Господом. Самбандхагиан, 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 Самбандхагиан поет, и думаете ли вы, что Горангамахапабу Нимай, ему нужно посвящение? Какое посвящение? Кто сказал это? Где написано? Нимай – это Верховный Господь. Он являет такой Лилой, может быть, но он как бы родился и молоко уже купил. Сочимата, она вечный спутник Горанга, то есть это не какая-то материальная личность, хотя можно найти, что однажды Горанга сказал, что с сегодняшнего дня ты Экадаши должен соблюдать. Кстати, для вечного спутника Мухапабу, их Экадаши не обязательно соблюдать, как Рупа Гасами, Санатан Гасами, они соблюдают Экадаши. Два души явления у Господа, но для Рупы Манжари, и для Радхарани, для Лалиты, для Вишаки, им не нужно соблюдать Экадаши. Вы это забыли. И Шачимата, я не нужно получать посвящение, чтобы кормить с грубым молоком Нимая. Ну, я не слышал никогда такого, но если даже такое есть, то они поклоняются Шалгам-Силам. Для того, чтобы поклоняться Шалгаму, нужно получить посвящение. То есть, внутри дома Шачиматы была Шалгам-Шила, она уже должна была иметь посвящение. Ну, то есть, Махач говорит, что посвящение у нее было давно уже, поскольку как бы она готовила, как бы предлагала подношение Шалгаму и прочее. Это не бакти, но я не хочу. Используйтесь, да. Они уникальные бакти. Они уникальные бакти. Они уникали. Махач, уникальные бакти? Нет? Хорошо, теперь я вам понравился.